Третья часть занятия по доступу к файлам и папкам в Linux. Если вы смотрите сейчас одно за другим занятие, это занятие самое сложное, самое серьезное такое. Поэтому перед ним лучше не знать, идите попейте чай, поджимайтесь, как-то разгрузите голову, потому что она сейчас понадобится нам свежей. Мы разбираемся с простой задачей, такой как маска создания файлов и папок, и со сложной задачей, с такой как специальные биты. По LP это все та же тема 104.5. Разбираемся с флагами SetUserId, SetGroupId, StickyBit, а также с маской создания файлов. Задача у нас стоит такая, понять как управлять масками файлов и поработать с ней, и разобраться и поустанавливать те самые специальные биты. Опять же давайте немножечко посмотрим понятия, которые нам встретятся. U-Mask или UserFileCreationMask. Вообще это маска создания файлов и папок. Это то, с какими правами будут создаваться по умолчанию файлы и папки для данного пользователя, если не включены каких-то дополнительных настроек, наследования папки, в которой он сейчас работает. И несколько бит. По битам сейчас будет отдельный слайд. Это специальные биты, которые устанавливаются точно так же, как мы на прошлом занятии с вами разбирались, устанавливаются права доступа. Есть у нас бит SetUserID, который, если установлен на исполняемый файл, то любой пользователь, который запускает этот файл, будет работать от имени владельца этого файла. То есть этот бит подменяет вас на владельца этого файла. SetGroupID делает для файла в принципе то же самое. Он позволяет нам запускать файл не от имени группы, в которую мы входим, а от имени группы владельца файла. По владельцам вспоминаем это позапрошлое занятие. И наконец StickyBit. StickyBit это очень интересный бит, о нем я поговорю подробнее, когда будет по нему слайд. Сейчас нам нужно разобраться с масками. Маска это такая интересная штука, как я и говорил, она указывает права по умолчанию. Она указывается в цифровом формате и рассчитывается исходя из вычитания из максимальных прав. То есть если у нас указано, как вы видите, в примере маска 0.22, это означает то, что все объекты будут создаваться с правами 7.5.5. То есть полные права у владельца, чтение и выполнение у группы владельцев и у всех остальных. Если маска указана как 7.5.4, мы из 7.7.7 вычитаем 7.5.4. Опять же это цифра из прошлого занятия, если вы его не смотрели, посмотрите. И получается у нас права 0.2.3. То есть у владельца никаких прав, у группы владельцев на запись и у всех остальных записи и выполнения. Ну просто такие бредовые права в качестве примера я вам привел. Давайте попробуем с этой юзер маской поработаем. У нас все та же Ubuntu в том же состоянии из прошлого занятия. Сейчас у меня в моей папке домашнего моего пользователя есть только папка с рабочим столом и файлик examples.desk. Все остальное я удалил, чтобы нам не мешало для занятий. Потом я просто откачу снимок и все верну на место. Итак, давайте для начала создадим просто от имени моего пользователя какой-нибудь файл. Touch, например, test.txt. И посмотрим, какие у нас права есть у кого на этот файл. И видим то, что по умолчанию понятно, раз я создаю файл, то я являюсь его владельцем и я являюсь группой владельцев. Моя группа является группой владельцев этого файла. Напоминаю то, что вторая колонка это группа владельцев. И просто Unix и Linux по умолчанию они создают для каждого пользователя группу такую же пользователей, названную так же, как и сам пользователь. То есть это пользователь, а это группа пользователей. Это к слову. Так вот, по умолчанию файл создался со следующими правами. Чтение-запись, чтение-запись, чтение. Думаю, это я уже размусоливать не буду. Давайте попробую создать папку. Kadir folder. Проверяем. Папка, вы видите, по умолчанию создается с правами чтения, ну полный доступ, полный доступ, чтение и выполнение. То есть у нас файлы создаются с одними правами, папки с другими правами. Чтобы понять, какие у нас действуют правила по умолчанию, то есть почему именно с такими правами у нас все создается, мы должны посмотреть у себя в профиле этот параметр. Маска создания файлов и папок. Воспользуемся командой grep, которую мы уже знаем. Для того, чтобы найти значение you mask, то есть посмотреть, какое оно значение у маски по умолчанию, в нашем профиле. ETC. Сейчас нас ждет, по-моему, сюрприз. Да, у нас уже с тех пор Linux очень сильно изменился. И у нас теперь в профиле не лежит такой настройки. У нас для you mask существует отдельный модуль, pam you mask. И этот pam you mask, вы видите, определяется вот чем. Мы можем посмотреть, конечно, мануал по pam you mask. Вообще, нам еще рано это делать. Мы вообще ничего не знаем о паме пока, но просто, раз у нас выскочило предупреждение о паме. Давайте глянем. И видим то, что pam you mask это модуль, который отвечает за маску создания файлов и папок. Почему-то это у нас нигде в Linux не написано, но это файлов и папок. Раньше у нас этого pam модуля не было. Так вот, у нас you mask, то есть параметр маски мы можем узнать через этот модуль. А сам модуль у нас берет это значение из команды, если мы ее зададим. Если у нас есть специальная запись в специальном поле. Из вот этого файла, если в нем есть этот параметр. Или из вот этого файла. Я знаю то, что сейчас у нас он есть вот в этом файле. Вы можете посмотреть, конечно, все, что здесь указано. Я кнопочкой q отсюда выхожу. И поищу параметр you mask. Опять же, я знаю то, что он там написан с большой буквы, поэтому я напишу с большой буквы. И еще этот параметр в папке etc. Login. Devs. Вижу несколько закомментированных строчек. Все, что начинается с решетки у нас, это комменты. То есть это никакие не параметры, это просто текст. И вижу значение you mask равен 0.22. Это значение, которое по умолчанию у нас идет во всех Debian подобных операционных системах. То есть маска создания файлов и папок по умолчанию у нас 0.22. То есть права даются у нас по умолчанию на все. 777-022. 755. Давайте попробуем и поменяем эти права по умолчанию. Очищу я экран. И принудительно скажу, что я хочу, что для моего пользователя маска была равна не 0.22, а допустим, не знаю, 0.75. Вот так вот я ее задаю. И пробую создать еще один файл. touch. file2.txt. Проверяю. ls-l. Вижу то, что тот файл, который я создал в первый раз, тест файл, он имеет права по умолчанию, чтение, запись, прочерк, чтение, запись, прочерк, чтение. То, что я создал сейчас, я использовал маску 0.75. У меня по умолчанию для файла есть чтение, запись, прочерк. Прочерк, 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 потому что я вычеркнул полностью семерку. И пятерка значения. Прочерк, чтение, прочерк. Вот такие параметры у нас по умолчанию задаются, если мы меняем маску. Можно делать это командой, но по умолчанию после перезагрузки у нас опять маска сменится на дефолтную, то есть на 0.22. Поэтому, если мы захотим эту маску изменить, нам нужно отредактировать в том файле, где мы сейчас ее видели. Где мы там ее увидели. Вот здесь вот нужно поменять значение. И тогда для нашего пользователя значение изменится с 0.22 на то значение, которое мы здесь пропишем. И еще такой момент, на котором я не заострил внимание. Он был только на слайде у нас, но сейчас в примерах мы как-то на нем не спотыкались. Вы видели то, что маска у нас одна по умолчанию 0.22. Но при этом, когда я создавал файл первый, вы ищете разрешение rv, rv, r. А когда я создавал папку rvx, rvx, rx. То есть для папки у меня по умолчанию установлены биты выполнения иксы, а для файла нет. Это такая защита, безопасность. Во-первых, иксы на папку установлены, потому что, как вы помните из прошлого занятия, если на папку не установлено право выполнения, в эту папку невозможно попасть. На файл, с другой стороны, по умолчанию право выполнения не ставится, потому что это может быть какой-то вредоносный код. И нам не нужно этот вредоносный код запускать. Так вот, на слайде давайте я к нему сейчас вернусь. Для папки у нас по умолчанию, вы видите, правами являются максимальными цифрами 777, а для файла 666. То есть для файла по умолчанию не установлен в максимальных случаях прав бит выполнения. Поэтому маска 0.22, если применяется к папке, она вычитается из трех семерок. Если она применяется к файлу, из трех шестерок. По такому принципу у нас работают разрешения. Никак мы с вами не разделаемся с этим занятием. Я принял решение все-таки разбить его и добавить еще четвертую часть, потому что уже мы с вами наговорили почти 10 минут, а по специальным битам там разговоры тоже минут на 15-20. Вообще это занятие изначально часовое, я его разбил для легкости восприятия. Подводим итоги. Сейчас мы разобрались с маской создания файлов и папок, то есть с тем, какие права на файлы и папки создаются по умолчанию, когда ваш конкретный пользователь их создает. Для этого используется параметр uMask, и он вычитается из 777 для папок и из 666 для файлов.